Прошу прощения за мой внешний вид, не успел переодеться в костю физкультурника. Единственное что, могу вот свистульку на себе повесить, хотя я тоже не видно, в карман положу, чтобы хоть как-то соответствовать образу физкультурника. Тема нашего сегодняшнего вебинара очень важная, но людей пришло немного, потому что все всё знают. Ну ладно, не суть. Тема сегодняшнего вебинара – женский фитнес. Как нужно тренировать женщину? В фитнес-индустрии по женщинам, можно сказать, нет ничего. Есть много методов тренировок мужчин, чтобы мышцы выросли, разные циклы, периодизация, всё такое. По женщинам никто не хочет изучать этот вопрос достаточно детально, поэтому женщина воспринимается в фитнес-индустрии чем-то таким, знаете, как такой себе недомужичок. То есть, то же самое, что и мужикам, то и женщинам, только чуть-чуть по лайтове и нормально всё будет. А что голову морочить, если и так всё сойдёт? Значит, но проблема в чём? Проблема в том, что если женщину тренировать как мужика, даже в лайтовом варианте, то... Я надеюсь, меня хорошо слышно и видно. Если кому не слышно и не видно, напишите. Если женщину тренировать как мужика, даже в лайтовом варианте, то она будет в него превращаться. Конечно же, каждый уважающий себя задрот, который постоянно смотрит ютуберные видосы на фитнес-тематику от топовых видеоблогеров, уверен, что женщине можно тренироваться с железом, приседать, делать становую тягу, жим лёжа и всякую такую фигню. И при этом она станет только стройнее, она не превратится в мужика, не станет менее женственной, потому что у неё мало тестостерона. И обычно, помню, не знаю как сейчас, но года три назад я просто уже не смотрю, что там делается в сети, какие новые хайповые темы по фитнесу, потому что ничего интересного для меня там нет. Одно и то же, одно и то же, как бы вещи для меня более чем очевидные. И, в общем, не так давно, когда я ещё смотрел периодически фитнес-видео от топовых видеоблогеров, когда им задавали вопросы женщины или ставили такие упрёки, типа, я не буду тренироваться с железом, потому что я боюсь, что я накачаюсь и стану неженственной. Вот принято было делать такое лицо печально, и вот так вот принято было делать, вот так вот. Типа, ну как, ну что-то несёшь. И, естественно, такие вот реакции убеждали женщин в том, что, в общем-то, можно качаться с железом и всё нормально. Ну и также попадались разные тётки, фитнес-тётки, которые там выходили в эфиры, снимали свои видосы, рассказывали, что вот видите, какая красивая, я не превратилась у мужика. Якобы опровергается миф такой. Но здесь всё понятно объясняется на пальцах, и всё, что я скажу, это очень легко проверить. То есть я сразу вам объясню, как не надо делать, потому что самое важное в тренировках женщин – это не испортить. Если мужчинам можно делать самую разную фигню, и в принципе, да, конечно же, можно получить травмы, можно получить перетрен, из-за перетрена очень часто получается обратный эффект, то есть хотели стать большими, здоровыми, крупными, ничего не получается, только здоровье теряем, и в принципе результатов никаких нет. Но потом, в принципе, можно наладить нормальный режим, и по нормальному тренироваться, и всё будет хорошо. У женщин же всё по-другому. То есть если женщина долгое время тренируется не так, как нужно, то даже если она не набирает, конечно же, больших каких-то мускульных масс она не наберёт, это да, но скелетные пропорции будут меняться, и гормонолифон будет меняться, будет меняться характер. И, в общем-то, скажем так, если женщина приходит в зал, чтобы стать привлекательной, то через пару-тройку лет она не становится уже такой привлекательной, даже если она такой вот была. Очень просто проверить мои слова, можете понаблюдать за топовыми фитнес-моделями. Как правило, все фитнес-модели, которые как-то выстреливают в этой отрасли, карты под руку попались, все фитнес-модели, которые выстреливают в этой отрасли, как правило, изначально имеют очень хорошие генетические данные, то есть широкие бёдра, узкая талия, грудь и всё такое. И, естественно, они тренируются по стандартным фитнес-канонам, чтобы поддерживать этот миф, что нужно приседать, что нужно сжать лёжа и так далее. С одной стороны, чтобы поддерживать миф, с другой стороны, если просто красивая женщина будет фитнес-моделью, ну как-то не то, потому что принято считать, что там должны быть какие-то мышцы, какой-то рельеф и так далее. То есть им делают какой-то небольшой рельефчик, и она такая рельефная, красивая, пресс там виден, какие-то там дельтовидные просекаются чуть-чуть, и в общем-то всё хорошо. И так первые года 2-3. Потом всё-таки с годами, на год 3-й, 5-й, 7-й, её генетика, пропорции её тела, гормональный фон меняется очень сильно, и она плавненько превращается в мужика. Плавно превращается в мужика, то есть задница становится уже, бёдра становятся уже, и ноги такие более мужские, хоть и жопа круглая, но тем не менее ноги мужские достаточно. И талия, естественно, расширяется, грудь вообще уходит, потом они ставят себе силикон. Чтобы талию сохранять, чтобы хоть как-то видна была талия, хоть на фотках как-то встать, там и сфоткаться, что типа у тебя талия есть, что делают? Ну, кто-то ломает ребра, кто-то, ну, естественно, позировать они умеют. Если вы замечали популярная такая тема в тренировках, кто посещает фитнес-клубы, есть такие специальные корсеты, которые там затягивают талию, и как бы она становится уже. Есть такой миф, что если использовать этот корсет, то типа талия никуда не уйдёт. Фигня это всё цветочная, потому что скелетные пропорции меняются, потому что меняется гормональный фон, а можно как-то внутренние органы вытолкать вверх, и в принципе какая-то псевдоталия такая будет. Но тем не менее, самое важное что? Самое важное что? Вот те, кто регулярно посещают залы, замечали следующее. То есть, когда вы видите какую-то женщину, инструкторшу тренажёрного зала, либо кого-то, кто занимается достаточно долго, на фотках это одно, а живьём это совершенно другое. То есть, ну, как-то женщина перестаёт восприниматься как женщина. Она похожа больше, не знаю, на какого-то мальчика. Не хочу никого оскорбить, я думал в начале этого вебинара, я вот сейчас сидел и думал заготовить вам какие-то фотографии, чтобы показать на реальных примерах, вот до, вот после. Вот есть много девочек, которые подписаны на меня в Инстаграме, и, ну, какие они спортивные, всё такое, там и отжимаются, и приседают, и жмут, и то, и всё, и это самое. То есть, какими они были 2-3 года назад и какие они сейчас, то есть, видно, что они превращаются плавно в мужика. Я думал такие фотки вам предоставить, но потом передумал, потому что кто-то себя увидит, будет обижаться. Ну и, в принципе, если вам не доходит без фотографий, то что поделать? Если вы думающий человек, то мои слова очень легко проверить. Можете посмотреть вообще любую фитнес-модель, которая существует, можете посмотреть её старые фотки, можно посмотреть её новые фотки. Те фитнес-модели, которые, как правило, самые популярные инстаграмерные фитнес-модели, это те девочки, которые имели очень классные генетические пропорции, те телесные пропорции, которые достались им от их предков. И пока что они не испортились. Вот пока они не испортились, то они фоткаются, показывают какую-то фигуру и всё одно. Так или иначе, конечно же, у кого-то генетика сильнее, у тех процесс превращения в мужика, скажем так. Естественно, что гениталии у неё мужскими не станут никогда, это очевидно, но плавно гормональный фон всё же гнётся в мужскую сторону. И чем сильнее генетика, тем дольше длится этот процесс, когда женщина из неё ушла совсем. Да, если у вас параллельно, когда у вас возникают вопросы, вы, конечно же, можете их задавать. И я, когда расскажу вам всё, что я запланировал, кто не понял, тут у меня свистулька, чтобы я был похож на настоящий физкультурник. Значит, да, самое важное – это женщину не испортить. Поэтому, если вы не знаете, что вам делать, не трогайте железные предметы. Становая тяга, приседания, жимы лёжа, какие-то вообще любые тяжёлые упражнения с выкладкой на 90-100% женщина, по моему глубокому убеждению, делать нельзя. Потому что меняется гормональный фон, и женщина превращается потихонечку в мужика. Да, конечно же, на тяжёлых, изнурительных тренировках с железом можно достаточно быстро похудеть. Но похудеть – это настолько элементарно, что даже необязательно отказываться от сладкого. Вот, кстати, я не успел поесть, поэтому сейчас прям при вас съем. Извините, что я ем при вас. Так, вопросы пишите. Поэтому все эти слова, что якобы женщинам можно тренироваться с железом, они от этого не превратятся в мужика, только станут в стране и красивее, да, отчасти неправдивы, но это так будет только первое там буквально какое-то количество месяцев. Через полгода, через год вы будете меняться, если вы, конечно, не пропускаете тренировки, если вы их делаете. Ну и вообще, абсурд, абсурд. Все, каждый уважающий себя задрот в интернете всем рассказывает, что вот надо делать базу, надо делать базу, надо делать базу до отказа. Значит, база до отказа, база, базовая, тяжёлая база, базовые упражнения, лифтёрские, которые принято называть базой. То есть, это жимлёжа, это становая тяга, это приседание со штангой. То есть, принято делать эти упражнения, чтобы набирать массу, то есть, чтобы таким вот мужиком стать, мышцы росли и всё такое. То есть, мужики будут набирать массу, становиться более мужиковатыми, а женщины почему-то не будут. Почему? Конечно же будут. Будут. Ну и опять же, кто наблюдал за женщинами, которые, к примеру, возможно, у вас есть родственники, соседи, соседки, которые всю жизнь таскали тяжёлые пакеты, тяжёлые сумки там из магазинов. Видно, что они, такие бобенцы, достаточно крупные становятся. Тётки, которые всю жизнь что-то там делали по хозяйству, кто жили там в деревне, там огороды копали, таскали там эти же разные вещи, там, вёдрами воду, пшеницу там, свиньям и так далее. То же самое. Они становятся такими бобенцами, достаточно крупными. К тому же, у многих вырастают усы. Усы и такие волосы на бороде растут. То есть, это не значит, что у неё такая прям щетина будет на всю морду. Но, тем не менее, гормонолифон прогибается с годами, не сразу с годами. И женщина перестаёт быть женщиной. Ну, вообще, этот миф достаточно крепко засел, что вот женщинам нужно качаться железом, и всё будет классно. Достаточно крепко засел. И я, честно говоря, не завидую женщинам, тренерам, инструкторам, потому что они заложники этой ситуации. То есть, сразу она пришла, у неё классные железные пропорции, она там подкачала себе задницу. Фотографирует её в разных ракурсах, приседает, снимает на камеру, все там, вау, классно, научи нас так же. Мы тоже хотим себе круглой жопы. Всё замечательно, у неё пошли деньги, подписчики в Инстаграме, консультации, курсы, тренинги, книги пишут. Кто-то даже, как накачать круглую жопу. Но, потом это всё куда-то уходит. То есть, с каждым годом тренировок, тех же приседаний, там, становых и так далее, жопа становится менее круглой. Она становится уже, талия становится шире, грудь уходит. Ну и потом они ломают ребра. Кто-то пытается там что-то затягивать, у кого-то получается, у кого-то нет. Практически всегда ставятся силиконовые импланты. Подмолочное железо уже научились ставить или над ними раньше так делали. Ну и в задницу есть ещё ряд манипуляций. И импланты ставят, и синтолы, и какие-то там гормональные решения локального применения. Какие-то специальные уколы. Я не углублялся в это. Но, в общем, я знаю, что делаются такие манипуляции, потому что, как ни крути, гормональный фон меняется. И если вы видите какую-то топовую фитнес-модель, в которой явно видно, что импланты вот здесь, ну и мне видно, что на заднице тоже что-то такое есть. Вопрос. Станете ли вы такой, как она, если будете делать то, что она даёт? Конечно же, никогда. Потому что создаётся некий идол и как бы некие мифы, которые какое-то время работают. Наивные дурочки в это верят. Извините за выражение. Но женщины более наивные, им лапши на уши навешивать, конечно же, намного проще, чем мужикам. Это ни для кого не секрет. Так, что я ещё хотел вам рассказать. Да, то, что женщину важно не испортить, это вы уже поняли. Почему женщина превращается в мужика? Ну, потому что меняется гормональный фон. Если тестоцирован сразу было мало, то его становится потом много. Вот. Так, дальше что у нас тут? А, во, очень интересная тема. Что делать, если плоская жопа? Тоже хотел картинки. Помню, был такой демотиватор. Демотиватор, как правильно называется это. Такая картинка, короче. С одной стороны жопа такая плоская. Опять же, извините за мой диалект. Не интеллигентный. С другой стороны круглая. И тут типа написано. Приседаем, не приседаем. То есть там, где плоская, типа не приседаем. А там, где круглая, типа приседаем. Так вот. Что я вам хочу сказать. Дело в том, что если вам от природы дана круглая жопа, то она у вас будет. Если нет, то не будет. Поэтому, если у вас жопа плоская, то единственный вариант, это с этим просто смириться. И все. Вот серьезно. Ответственно, я вам заявляю это, как дипломированный специалист. Почему? Потому что, да, конечно же, тренировками, приседаниями можно сделать круглее. Ну, чуть-чуть, буквально чуть-чуть, немножко. Ну, там, похудеть в нужных местах. Можно сделать ее круглее. Но, если она была плоская, и прям такой будет орех, как у кого-то, как у Ким Кардашьян, как у кого-то еще, не выйдет такого. Откуда вообще ноги растут у этого мифа? У всех мужиков, которые делают становую тягу, у них такие круглые жопы, прям, ну, блин, круглющие. И многие женщины думают, блин, вот мне бы такую круглую жопу. Ну, серьезно. Ну, потому что ягодичная мышца тренируется, и так вот получается. Но, если вы хотите себе такую же круглую жопу, я своем, конечно же, показывать не буду, потому что мужики не показывают. Но, скажем так, на мне можно было бы приводить этот пример тоже. Если вы хотите такую круглую жопу, то вам, вот я приседаю, рабочий вес у меня 140 килограмм на 12 повторений. У вас будет трындец всем вашим суставам. В общем, вот, и чтобы у вас была круглая жопа, как у мужиков, которые приседают с весами, ну, не маленькими, не слишком большими, но и не маленькими, вам нужно превратиться будет в мужика. И тут собака зарыта вот в каком месте. Дело в том, что нельзя накачать какую-то одну группу мышц, которая вам больше всего нравится. То есть, грубо говоря, чтобы сделать из плоской жопы круглую, нужно увеличить ягодичную мышцу, ну, в разы просто. В 3-5 раз. Представляете, да? В 3-5 раз. Нужно увеличить ягодичную мышцу. И, конечно же, примерно в 3-5 раз увеличатся мышцы все. То есть, если одна группа мышц какая-то вырастает, то все остальные тоже должны вырасти. Потому что не бывает так, что вы накачали что-то одно, а всё остальное осталось ненакачено. Нифига такого не получится. Никакими упражнениями, никакими гормональными решениями, даже стероидными какими-то финтами это сделать нельзя. Да, иногда бывает у стероидных ребят такое, что там, вы смотрите, он такой дрещавый, весят огромные руки. Ну, руки-базуки, слышали, да? Вот. В принципе, в подробности стероидного качкизма я углубляться не буду, но в целом растёт всё. Поэтому, что поделать вам? Если вы родились с плоской жопой, то просто занимайтесь фитнесом и развивайтесь в какие-то другие свои стороны. Потому что фигура – это ещё не всё. Фигура – это ещё не всё. И я вам скажу больше. Все, все не все, но, как бы вам сказать, то есть, если бы у меня была, хотя у меня есть возможность выбирать, и я бы, скажем так, фитнес-моделей, фитнес-тренерш, инструкторов по фитнесу, которые качают там свои жопы на железяках, я бы их рассматривал в самую последнюю очередь. Ну, почему? Потому что вот поэтому. Потому что на фотках они ещё смотрятся более-менее, живьём они не очень. И даже если они очень живьём, то лет через 3-5 они будут уже не очень. То есть, как бы, если гормональный фон гнётся в мужскую сторону, то, во-первых, женщина не воспринимается как женщина. И, ну, это видно, это надо просто видеть и немножечко пообщаться с ними, и, как бы, ну, прошёл мимо неё и ничего. И, как бы, даже, ну, жопа у неё круглая, ну и что? Поэтому, если у вас жопа плоская, то тренируйте на другие грани своей личности. И, кстати, кстати, как ни парадоксально, вот заходите в фитнес-клуб, в какой-то большой, крупный, хороший фитнес-клуб, где есть и тренажёрные залы, и там кроссфит, и какие-то танцы, и всё-всё-всё вот это вот. Самые-самые красивые, самые красивые девушки, самые красивые такие, в которых больше всего женщины, это именно те, которые просто там какой-то фигнёй страдают, типа там йоги, каких-то танцев, вот такими вот вещами. А те, кто на железках, как бы, казалось бы, у них там должны быть круглые задницы, самые красивые фигуры, нифига подобного. Они, как бы сказать, не в приоритете. Так, что делать, если у вас плоская жопа, мы разобрались. А, вот ещё, очень интересный миф. Значит, когда-то был такой миф, очень популярный миф, его раскручивали по телевизору, и так. Значит, чтобы накачать грудь, то есть, чтобы у женщины грудь стала больше, надо, типа, сжать лёжа. Я помню, даже Дмитрий Нагиев давал когда-то свои советы в этом плане, но не будем его троллить, конечно. Все, многие заблуждались в этом плане. Но мне изначально было это очевидно, что от физических упражнений молочное железо не увеличится никак. Потому что грудь женская в том самом круглом объёмном виде, в котором она есть, как правило, на 2 третьих она состоит из молочной железы, и на 1 треть из жировой ткани. Вот, плюс-минус, примерно так. И мышечная ткань там не в приоритете, её там совсем чуть-чуть, ну, совсем чуть-чуть. Поэтому увеличить грудь за счёт увеличения грудной мышцы, ну, так же примерно, как и вот если у вас плоская жопа, я вам объяснял, что не получится никак. То есть, вот, и даже если чуть-чуть увеличится грудная мышца, то как бы прирост будет незначительным, но и объём будет не совсем естественным. Ну, а если вы увеличите грудную мышцу достаточно сильно, там, в несколько раз, то у вас поменяется гормональный фон в мужскую сторону, и, соответственно, уровень женских гормонов упадёт. И, соответственно, молочная железа станет малипусенькой. Поэтому, если вы думали, что жимом лёжа и другими упражнениями на грудные мышцы можно увеличить грудь, то её можно таким упражнениями только уменьшить и всё. И никак она не увеличится, потому что размер женской груди зависит от гормонального фона. Ну, а гормональный фон зависит не от того, что вы делаете в тренажерном зале уж точно. Так, что мы идём дальше. Как убрать бока, всякие вот эти шлифовки проблемных зон. Очень популярные ролики в интернете. Никак. Никак вы не уберёте. То есть, если вы думаете, что у вас уйдёт жир из живота благодаря тому, что вы будете делать какие-то планки, упражнения на пресс, то не уйдёт, поскольку жир уходит изо всех мест с примерно одинаковой скоростью. Поэтому для того, чтобы убрать жир из живота, нужно нагружать всё. И в приоритете, конечно же, самая крупная группа мышц. А у женщин, конечно же, это ноги, у мужчин тоже. Но у женщин, к тому же, если сравнивать с мужчинами, то нижняя часть пропорционально верхней развита намного больше, нежели верхняя. Поэтому бегать будет намного эффективнее, чем качать пресс, там и какие-то упражнения на косые мышцы пресса, чтобы убрать бока. Это всё постная фигня. Вообще, забудьте, не вспоминайте. Потому что жир уходит плавно изо всех мест. Локальная нагрузка, то есть, как бы, тренировка тех групп мышц, которые ближе всего к нежелательному кусочку сала, это неэффективная фигня. И я думал, что этот миф уже давно развеян, но часто встречаются люди, которые ещё в это верят. Также и мужикам, в принципе, пузо убрать нельзя. Таким образом, самая эффективная штука – это бегать. Но я до сих пор встречаю своих коллег, которые как-то пытаются пропихивать и верить в этот миф. Что же я тут такое написал? Не могу разобрать свой почек. Почему можно есть сладкое? Да, очень актуальная тема. Особенно на сегодняшний день, когда я очень голодный и не успел поесть, переодеться и ем сладкое. Потому что можно. Я своим клиентам разрешаю есть сладкое. И сладкое, и калорийное, и жирное, и так далее. И вообще, если питаться невкусной едой, то это будет очень плохо. Если питаться невкусной едой. Поскольку на невкусную еду система пищеварения не реагирует. Так как нужно, соответственно, еда переваривается плохо. А поэтому нужно есть вкусную еду. И если вы регулярно питаетесь нормальной, сбалансированной, свежеговоротовленной домашней едой. И еще добавляете немножко сладкого, то ничего ужасного не будет. А будут только приятные эмоции от этого. Кстати, мои шоколадные печенюшки вроде бы как без сахара, на фруктозе. Но мне, честно говоря, по барабану. Потому что сахар не является чем-то вредным. Такой раздутый миф. Поэтому, если вы правильно питаетесь и тренируетесь, то можно, конечно же, есть сладкое. Сейчас я отвечу вам на вопросы. А потом расскажу, что же делать. Что же делать, как тренироваться, как быть. Так, у кого-то не было трансляции. Я надеюсь, уже появилась. А, есть у всех трансляции. Отлично. Видно, слышно. Можно ли делать мертвую тягу женщинам? Ну, это разновидность становой тяги. Вчера, буквально, позавчера, я, честно случайно, возле фитнес-клуба встретил своего очень старого знакомого. В общем, мы чуть-чуть пообщались. Но, поскольку я спешил на тренировку, то мы принесли наше общение на потом. Короче, на следующий день, то есть вчера, я начал его тренировать. Начал проводить его, провел его первую тренировку. Так вот, как вы думаете, давал ли я ему становую тягу и приседания со штангой? Нет, не давал. Потому что это очень тяжелое упражнение. Вообще, начинающим людям и таким людям дречеватого типа, ну, то есть худощавым людям тяжелое физическое упражнение давать нежелательно. А мертвая тяга становая, там всякие разновидности румынские и так далее. Приседы – это очень тяжелое упражнение. И вначале это, вообще любому человеку вначале это не есть желательно, потому что с этими упражнениями наступает очень быстрая передозировка физическими нагрузками. Очень важно понимать, сколько, какую нагрузку в состоянии переварить в ваш организм. Первый нюанс – женский организм слишком слабый для таких упражнений. Второй нюанс – если вы будете его делать, то вы плавно будете прогибать свой гормональный фон в мужской. И, в общем, будете, похоже, телом будете меняться на мужика чуть-чуть. Так, какие отличия в силовых тренировках для женщин? Отличие в том, что силовые тренировки женщинам нафиг не нужны. Вот такое основное отличие. Можно ли исправить испорченных женщин? Это очень сложно, очень-очень сложно. Теоретически возможно, но первое, что нужно делать, это перестать гнуть свой фон в мужскую сторону, гормональный фон. И, ну, если поменять курс, что-то может быть получится. Но если, опять же, у неё стаж тренировок 10 лет, и она уже похожа на мужика, то не знаю. Не знаю, получится ли и что с этого получится. Хотя бы остановить процесс этого ужаса. Как нагочать большие ягодицы без больших весов? Никак. Поэтому, если у вас плоское ЖП, то смиритесь и развивайте в себе другие. Подчёркивайте другие фишки своей фигуры. Характера, харизмы. Вообще, женщина, привлекательность женщины не только в фигуре. Есть женщины, у которых не самая шикарная фигура в мире, но у них насколько харизмы... Ну, короче, они притягивают мужиков и всё. И притягивают потому, что у них высокий гормонолифон по женским гормонам. Спасибо, да, да, я один из многих, кто говорит как есть. Ну, эти вещи никто не говорит, потому что, вот смотрите, если бы... Это был бы какой-то обычный фитнес-тренер, который ещё работает в фитнес-клубе, он это скажет, а потом выйдет на работу, а там коллеги, а там женщины. И как бы будет конфликт. Продажи будут падать, продажи персональных тренировок. Ну, значит, этих самых абонементов, может быть, чуть-чуть, и выгонят его с работы. Поэтому я могу себе позволить это говорить. Поэтому и так. Если ягодичная мышца от природы хорошая, как поддерживать попу. Смотрите, вообще-то, то есть, плоскость жопы или округлость зависит не только от того, насколько большая ягодичная мышца. Это зависит от строения скелета. Ну и плюс, если увеличить слегка ягодичную, то она становится ещё больше. Если убрать жиры из стали, то ещё и так далее. Как поддерживать? Ну, если это есть, то простыми тренировками чуть-чуть позже расскажу. Как раз отвечу на ваш вопрос очень подробно. После того, как отвечу на все остальные вопросы. То есть, я скажу, что делать женщинам. Если у вас от природы круглая ЖП, то она никуда не денется, никуда она не опустится. Это грудь. Я уже сказал, что округлость задницы зависит от скелетных пропорций. А грудь, соответственно, если она есть, то она может уйти, если поменяется гормональный фон. А женщинам, ну что, не нужно просто тренироваться как мужик, и всё будет нормально. Обязательно ли тяжёлые веса? Тяжёлые веса женщинам категорически не нужны. На какую часть стопы приземляться из глубокого присела на всю стопу сразу? С носка на всю стопу вы должны очень мягко приземляться, чтобы не было стуков. Ну, это такое дело практики. Буквально несколько тренировок вы это сделаете, и у вас будет потихонечку уже получаться. Вы будете очень тихо приземляться. Пятками стучать нежелательно. Сколько градусов, 45, не 45, совершенно не важно. Изменение гормонального фона, как я предполагаю, больше зависит от количества повторений режима цикла. Нет, количество повторений это зависит. Вообще, гормональный фон можно поменять и без железа. И, в принципе, без тренировок. То есть, если вы замечали, кто следит немножечко за журналом Forbes, а если вы там видели каких-то теток, которые женщина года, женщина-миллионер, женщина-миллиардер, то, как правило, женщина, которая очень крутые там командиры, бизнесмены, у них тоже гормональный фон меняется. Потому что если меняется характер, то меняется гормональный фон. И даже без железа они потихонечку превращаются в мужиков. Поэтому любые трудности, любые очень тяжелые препятствия, то есть, то, что с покон веков делали мужики, все эти трудности, если женщина преодолевает постоянно, то она хочет, не хочет превращаться в мужиках. То же самое, к примеру, и в плавании, и в легкой атлетике. Везде, во всех видах спорта есть такая очень простая закономерность. Чем больше в женщине мужика, тем выше у нее спортивные результаты. Разве что в художественной гимнастике они работают, это правило, потому что там все зависит не от того, насколько там она быстро все сделала и сильно, а от того, насколько там технично, грациозно, красиво и так далее. Поэтому так. Шуршите фольгой в ухо. Ну, что поделать. Уже съел все печенёшки, ничего не осталось. Бананы ещё есть. Они не шуршат. Так, как развить в женщине мышечную силу, если без каких-то особых визуальных изменений в фигуре? А зачем её развивать? Зачем её развивать? Если вы будете развивать силу, то, ну, как бы тоже, оюшки. То же самое будет. Будет меняться гормонолифон, и она будет превращаться в мужика. Даже если у неё мышцы будут не особо большие, то скелетные пропорции всё равно поменяются. Такой фигней лучше не страдать. Я вообще противник, чтобы женщины занимались какими-то силами видов спорта, потому что это, по-моему, извращение. Я очень ленивая до занятий, очень люблю плавать. Дома свой бассейн. Выглядит хорошо, но вот ваша лень спасла вашу женственность, скажу вам. Так. Что там мне говорит? Скажите мне, видели вы... Вообще, кто из вас посещает фитнес-клубы? Кто из вас посещает фитнес-клубы? Очень тупой вопрос, но ответ на него крайне важный. Важно получить. Потому что тем, кто из вас посещает фитнес-клубы, тебя видели ряд очевидных вещей. О которых я сейчас, возможно, скажу. А я пока съем второй банан. Один еще у меня в запасе. Вот. Ходят люди на пилатес. Ладно. В принципе, многие там были. Не буду ждать ваших ответов. Что-то там пишут. Делайте мою тренировку. Ну, это отлично. Вам, конечно, повезло. В этом плане. Серьезно. Не хочу себя хвалить, перехваливать. Значит. Кто был в фитнес-клубах? Те видели, что тетки, которые работают по 10 и больше лет. Вот такая узенькая у них ЖП. Такая же талия. И вот, как бы сказать, когда вы смотрите на них, тело как труба. Вот примерно так. И даже те, кто проводит какие-то групповые занятия, то есть там какие-то прыгания по ступенькам, какая-то фигня аэромного типа. То есть эти тетки, как правило, приходят в фитнес-индустрию, когда они молодые, красивые, цветущие. Но потом оказывается, что ей нужно проводить каждый день по несколько тренировок. И она делает то же самое, что и ее клиентки. И получается, что у нее передоз, передозировка физическими нагрузками. То есть есть такое понятие, не пугайтесь, дозировка физическими нагрузками. И для ее организма это сложно, это тяжело. И поэтому ее организм под это адаптируется. И так как у нее на физическом плане жизнь усложняется, то организм добавляет мужских гормонов, которые отвечают за силу, за вносивость и так далее. И получается, что тех, кого она тренирует, те, кто ходит к ней 2-3 раза в неделю, выглядят хорошо всегда. А она, поскольку она тренируется каждый день и по несколько раз, она потихонечку превращается в мужика. К сожалению, это по групповым, это даже не касается железа. Хотя, да, она, возможно, худая, нет лишнего жира, но похудеть это настолько элементарно, что это очень просто. А вот не испортить женщину с годами, это посложнее будет. То же самое и на железе. На железе, да, можно похудеть достаточно быстро, но важно, что будет потом. Итак, что же делать? Что же делать? Какое-то количество лет назад я написал книжечку. Хватит жевать. Знали же, что на вебинар. Спасибо вам за замечание. Спасибо за замечание. Даже не знаю, что вам сказать. Ой, наверное бы лет 6 назад я бы вас обматерил, забанил, но сейчас этого делать не буду, и я просто съем еще один банан. Некоторое количество лет назад я написал коротенькую книжечку о том, как... То есть, по сути, то, что я вам рассказал сейчас в вебинаре, но более подробно с иллюстрациями, с картинками, с примерами, подтверждение своих слов. Это было написано еще тогда, когда по интернету бегали динозавры, когда еще мифы, что там, качай пресс и уйдут бока и живот, или делай жим лежа, чтобы стала грудь красивая. Значит, вот такие мифы тогда еще были, достаточно крепко сидели. Сейчас эти мифы уже частично развеяны, но тогда динозавры бегали достаточно плотно по интернету. И я решил написать эту книжечку. Кому интересно, можем вам ее даже прислать. Так вот, что же делать? Что же делать женщинам? Первое, как я уже сказал, самое важное, это не испортить. Не испортить. В идеале, конечно же, обратиться к хорошему фитнес-тренеру и заказать у него индивидуальную программу тренировок, либо попросить его, чтобы он провел вам несколько тренировок, подобрал вам программу и объяснил вам основные принципы, чтобы вы понимали, что и как нужно делать. Но постольку, поскольку таких специалистов практически нет. Единственное, что повезло тем, кто есть в Киеве, потому что у них есть я. Но и то, мое время достаточно ограничено, и на всех меня точно не хватит. А если вы закажете программу тренировок у какого-то обычного тренера, он скажет, приседайте, делайте базу, и все будет хорошо. Ну и скажет, вы скажете, а как же я боюсь превратиться в мужика? Ну, он, наверное, поджет вам в ответ, как-то прогнет вас психологически, либо пытается это сделать. И как-то так. Но, тем не менее, от правды не уйти, к сожалению. И как бы мы себе, что бы там мы себе не внушали, наш организм реагирует не на то, в чём мы убеждены, не на то, как мы красиво говорим, даже не на то, чего мы хотим, а на то, что мы делаем. Делаем вот это, получаем вот это. Делаем вот это, получаем вот это. Всё. Бананы закончились, печенюшки тоже. Значит, если вы не знаете, что делать, первое, что нужно делать, это не трогать железо. Штанги, гантели, нафиг. Единственное, что вам можно делать, в принципе, так вот, если от балды, так сказать, то, ну, можете поприседать с пустым грифом, чуть-чуть, хотя лучше без него. Просто поприседать со своим весом, можно повыпрыгивать со своим весом и достаточно хорошо нагрузить. Ягодичные мышцы и все остальные. Значит, приоритет нагрузки должен быть направлен именно на нижнюю часть тела. На верхнюю, в принципе, можно ничего не делать, ну, аэробные какие-то вещи, какая-то лёгкая аэробика, разминка суставов. Если для вас, вообще, женщинам в этом плане, скажем так, в плане тренировок, я бы сказал, повезло, потому что мужчине, чтобы выглядеть хорошо, физически, нужно таскать железо. Женщинам таскать железо не нужно. Это очень классно. И поэтому, женщинам достаточно просто бегать. Вот если вы просто будете бегать два раза в неделю, два-три раза в неделю буквально, минут по 40 с средним темпом, с перерывами на передышке, когда у вас там появляется дышка, то у вас с фигурой всё будет достаточно хорошо. Ну, если у вас с питанием всё нормально. То есть, можно просто бегать. Бег – это шикарная штука, которая делает прекрасный массаж абсолютно всем внутренним органам, всем сосудам, вообще всему телу. Разогревает, продувает, прогоняет. В общем, делает очень шикарную работу. И, ну, конечно же, нужно правильно питаться, потому что, если вы едите по ведру, и ещё неправильно, если ваш рацион состоит из печенюшек и кофе, то, естественно, ничего хорошего не будет. И бег вам не поможет. То есть, бег и правильное питание. Этого, в принципе, достаточно. Но, опять же, правильное питание, оно не так простое. И если вы забьёте в гугл правильное питание, то вылезет какая-то шлобуда, типа там какая-то катоновая диета, какая-то кетоновая, или, в общем, всю эту шлобуду, которую придумывают, я даже не успеваю её запоминать. Низкоуглеводная, высокобелковая, и так далее. То есть, на такой диете похудеть сложно. И если получится, то вы всё равно это всё бросите. Вот, дальше. Дальше, если вы бегаете и хотите ещё чего-то добавить, то можно сделать пару упражнений на нижнюю часть тела. Можно делать выпады. Выпады с гантелями, со штангой. Можно делать приседания и выпрыгивания без штанги. Выкладываться женщинам нельзя больше, чем процентов на 70. Потому что, если вы преодолеваете себя, вот этот хардкор весь там, это уже всё. Даже если вы с маленькими весами, даже если без веса, всё равно вы потихонечку превращаетесь в мужика. Потому что, характер меняется в мужскую сторону, и гормональный фон тоже меняется в мужскую сторону. Кстати, за счёт изменения характера очень многое можно сделать. И мы по факту это делаем. Я проводил курс повышения тестостерона. За счёт изменения характера, укрепления характера, можно очень круто повышать результаты во всех упражнениях. И, в общем-то, становиться крупнее, здоровее, мощнее мужиковатее. Поэтому, если ваш характер прогибается в мужскую сторону, за счёт преодолевания трудностей, то гормональный фон тоже меняется. Поэтому, очень важно выкладываться процентов на 70. Ну, не более. Не более. Даже если, там, маленькие веса и всё такое. Дальше, что можно делать с женщинами ещё? Пресс, в принципе, можно, там, чуть-чуть поделать, но, это не особо важно. Можно, поделать всякую фигню на тренажёрах. Там, сведение, разведение ног. Можно пожать, ногами. В этом самом, в станке, жим ногами. В тренажёре. На верхнюю часть тела можно что поделать? Ну, можно потянуть на себя горизонтальная тяга блока. Тоже, выкладываясь там, наполовину, не более. Для того, чтобы осанка была, значит, хорошей. И можно, потянуть за шею, в принципе. Либо к груди. верхнего блока, тоже в лайтовом режиме. И, в принципе. Но, опять же, все эти упражнения, которые я перечислил, если вы будете делать их все, по 4-5 подходов, то, конечно же, у вас будет передоз, передозировка физическими нагрузками. Поэтому, на ноги, буквально, пару упражнений, 2-3 упражнения, в дополнение к бегу, если вы не бегаете, то, в принципе, можно делать все эти упражнения, которые я перечислил. Ну, и опять же, тут я вам все тонкости не расскажу. Я могу вам поделиться только основными принципами. Более точную информацию, более точные инструкции, что нужно и как делать, это уже в индивидуальной работе решается. Ну, основной принцип, я надеюсь, вы поняли. То есть, выкладываться не слишком сильно и не пахать слишком сильно. Быстрая ходьба заменяет бег. Нет, быстрая ходьба не заменяет бег. Если у вас лишнего веса, килограмм 40, то, в принципе, да. Вы можете получить ту же нагрузку на организм от ходьбы, быстрой, как и более-менее нормальный человек от бега. Вообще, кстати, почему упражнения типа там приседания, разные становые тяги, мёртвые тяги и так далее столь популярны? Причина очень проста. Потому что когда женщина приседает, это выглядит очень эротично. Да, я с этим более чем согласен. Это выглядит эротично, это выкладывают в интернет, это хочется смотреть, это все смотрят, это набирает много просмотров, соответственно, соответственно, все почему-то думают, начинают думать, что если это все смотрят, если это все делают, значит, это классная, эффективная вещь. А на самом деле все смотрят, потому что на это эротично смотреть. Вот и всё. Поэтому эти упражнения получили такую широкую популярность. выкладываться имеется в виду, что вы в упражнении каком-то можете сделать, скажем, 30 повторений до отказа. До отказа это когда вы 31 уже сделать не можете, даже если вам положить 1000 долларов перед вами. 50 процентов это 15 повторений, 30 процентов это 100, 30 повторений это 100 процентов, 15 повторений это 50 процентов это половина. Ну, я надеюсь, это понятно. Вот такие дела были на сегодняшний день. У кого есть вопросы, можете их мне задать. У кого нет вопросов, можете их не задавать. все объясняется на пальцах, но доходит только думающим людям. Кто хочет верить в стандартные мифы, какие-то что-то мне доказать, передоказать, хотя в принципе всегда готов выйти на конструктивный диалог со всеми, однако это слишком очевидные вещи, чтобы с ними спорить. сколько раз в неделю надо бегать как долго? Раз за два-три в неделю минут по 40-60. схема, которая мне больше всего нравится, которая дает самые крутые результаты и легко приживается в принципе у всех, даже у ленивых. По бегу вы начинаете бежать первые пару сотен метров легким темпом, разогреваетесь, дальше ускоряетесь. Ваш темп должен быть выше среднего, но ниже максимума. в этом диапазоне вы бежите, ловите первую одышку, переходите на ходьбу, восстанавливаете дыхание в режиме ходьбы, делаете 5-7 глубоких вдохов и выдохов, если нужно больше, то больше, как только восстанавливаете дыхание, опять переходите на бег и также бежите в таком же темпе до первой одышки. и так вот одышка, ходьба, одышка, ходьба и так 40-60 минут. Это очень крутая штука, очень эффективная штука. Подходит абсолютно всем, то есть, если по мере повышения тренированности вы просто, у вас отдыхи в режиме ходьбы будут короче, а цикл пробежки и темп будет больше и вот вот такие вот дела. Бегайте полностью одним отрезком всю дистанцию, через не могу, не хочу, ненавижу, опять же, тоже ваш гормональный фон может прогнуться даже на этом, в мужскую сторону, если вы там сцепив зубы будете рвать когти и бежать от них в отрезком. То есть, здесь очень важно контролировать именно своё состояние. Так, зал не посещаю, плаваю. Плавание очень классная штука, кстати, да. Но опять же, если плавать на скорость, на результат, то в плавании достаточно хорошо работает верхняя часть тела и плавчихи как бы у них такие широкоплечья достаточно, ну, профессионально я имею в виду. Просто так плавать, окей, пожалуйста, плавайте своё удовольствие и, конечно же, в мужика вы не превратитесь. Плавание это шикарная штука. Так, а, вот оно что. Хватит жевать. Хватит жевать. Да, да, хватит жевать, переживали уже всё. Танцевальные тренировки в смысле женские часто требуют очень интенсивное напряжение мышц. Это тоже вредно. Ну, я не знаю. Потому что я не был на таких тренировках. Если бы я прошёл через такие тренировки, то, наверное, я бы вам точно сказал. Ну, конечно же, это не значит, что вы должны тренироваться, расслабив булки. Ну, где-то, конечно же, можно и напрячься. Но, если сравнить то напряжение, которое вы делаете, а хотя нет, я был когда-то на танцах. Один раз меня туда затыщили. И, как бы, по сравнению с тренировкой, которая у меня с железяками, ну, это вообще не о чём. Это разминка даже легче, чем разминка. Поэтому, конечно же, если надо напрячься чуть-чуть, то можно это сделать. Так, так, браво, Если у меня такая фигура от природы, широкие плечи, маленький рост, вес 60-80, 78, пока всё, 33 года, много хожу и всё такое. Что лучше делать? Не хочу большую попу в грудь и так далее. Ну, вам нужно обратиться к хорошему специалисту, чтобы он написал программу тренировки питания. если хотите, можете меня рассмотреть в этом плане. Похудеть это очень просто. Рост метр 60, килограмм, килограмм, 20-30 лишних у вас наверняка есть. это. Так, я скажу, даже не рассматривая ваши фотографии, скинуть их можно за месяц-два. Ну, за три максимума. Это в таком очень расслабленном режиме. Так, есть ли разница в беге на улице и беговой дорожке? На улице бегать, конечно же, приятнее. Намного приятнее. Энергия земли, чистый, воздух и всё такое. Но можно, конечно же, по беговой дорожке побегать. Ой, сейчас так хочу чихнуть. Я надеюсь, что перехочу. Я раньше бегал принципиально только на улице, а сейчас нет у меня времени бегать на улице, поэтому я совмещаю свою тренировку с бегом и вынужден бегать на беговой дорожке. Так, в порцию кулака входят два банана, печенюшки и так далее, и так далее. Если это вопрос из курса похудения, то, конечно же, здесь я отвечать не буду на него, потому что здесь у нас немножечко другая тема. можно бегать по беговой дорожке, вполне себе можно. На улице просто приятнее. Во-первых, рельеф очень не такой ровный, как на беговой дорожке, и это уже тренирует голеностоп. когда вы бежите, ваш мозг обрабатывает постоянно меняющуюся картинку, это тоже очень хорошо, попробуйте, побегайте там и там, и вы просто поймёте это. Какую скорость ставить? Это всё очень индивидуально. Такую скорость, чтобы нормально было бежать. Такую можно, а дальше по мере тонировности она будет повышаться. Так, что такое выкладываться? Я уже сказал, я думаю, вы слышали мой ответ. Если взять сопротивление, например, 70% максимум на пару раз и выполнить хорошо. Во-первых, повторений надо много женщинам. то есть много я имею ввиду это ну не меньше 12 повторений на до. А лучше 15 плюс. 15-30 повторений. Вот, ну на два раза это такой лифтерский режим. Вы пытаетесь как-то выкрутиться из этого, попытаться там, пытаетесь подстроиться под то, что я говорю, и при этом воткнуть в это какие-то лифтерские силовые фишки. Так не прокатит. Так делаю гантелями 8 килограмм на каждую руку это много. Бицепсы зачем женщине качать бицепсы? Когда вы бегаете у вас тренируется 100% мышц. 100% мышц просто приоритет на нижнюю. И руки тоже работают. То есть женщинам накачивать бицепсы не нужно. прокачивать каждую группу дельты тут трицепс тут бицепс это нафиг не нужно женщинам. Достаточно какой-то лайтовые аэробные нагрузки вполне себе. Для суставов не вреден ли бег? Конечно если будете бегать часами как профессиональные бегуны то конечно же будет вред. в целом если вы правильно питаетесь нормально спите то суставам будет хорошо. Если вы будете не слишком много бегать конечно же. А если будете бегать слишком много то суставы вам об этом обязательно скажут. А если ваш суставы чувствуют себя прекрасно то значит все хорошо. Будет ли запись видео? Я думаю что будет. Я включил камеру и даже диктофон даже будет качественный звук я думаю. Наверное не буду. Слышали что бег для суставов бег для суставов после 50 для суставов что плохо или хорошо? Бег это хорошо для всех и до 50 и после и потом потому что движение это жизнь. Как только вы перестали двигаться так и сразу вашим суставам наступает трындец потому что ими нужно пользоваться плохо это что я не дочитал не увидел это слово как я мог его не увидеть у меня слова троятся на меня светят эти два прожектора которые включают только ради вас только ради вас я иду на эти жертвы я их очень люблю у меня какие-то в общем какие-то вещи странные неплохо неплохо это такие общие рекомендации это опять же если у вас что-то со здоровьем не очень хорошо вам могут сказать что вам нельзя поднимать больше 2 килограммов больше 5 килограммов нельзя заниматься спортом и так далее врачи перестраховываются как правило отдавая такие общие рекомендации хотя это не их не зона их компетентности тренировки реабилитации восстановления это не зона компетенции врачей это зона компетентности физкультурников где и кому и как можно это уже индивидуально с каждым очень хорошо видно кому можно кому нельзя и что вообще в любом случае при любых раскладах при любых хронических болезнях после любых травм всегда можно подобрать оптимальный режим тренировок и это всегда будет лучше чем не делать ничего хоть что-то можно всегда делать и как правило скажем так поле для креатива достаточно широкое так весите 47 килограмм чувствуйте себя отлично ну так это замечательно это замечательно при росте 167 см какой должен быть вес ну стандартная формула на женщинах работает весьма неплохо по стандартной формуле килограмм наверное 57 ну может быть и 50 может быть и 55 может быть и 60 зависит от строения тела от ширины костей если бы вы показали мне свои фотографии я бы вам более точно сказал но вообще это супер точно определяется только на практике то есть сбрасывается все лишнее приводится организм в порядок и тогда вы выглядите классно какой ваш вес идеальный вы просто смотрите на весы и все но это уже не важно потому что вы и так получаете все что нужно так хочется сохранить форму только сохраняйте сохраняйте равноценно ли езда на велосипеде бегу нет не равноценно не равноценно хотя многие мои коллеги говорят там либо велосипед либо бег вот как раз таки в этом есть очень большое отличие потому что в велосипеде во-первых по-другому работают суставы и если вы боитесь убить свои коленные суставы то в велосипеде сделать это намного проще чем при беге это первое второе когда вы бегаете то есть бег по сути это совокупность таких вот небольших прыжков с ноги на ногу и вот эти прыжки они очень полезны для всего организма когда вы прыгаете получается такая серия этих ударов через пятку которые дают полезную встряску для всего организма и делают массаж всем внутренним органам сосудам и так далее и так далее вот это крайне полезная штука одно из самых полезных свойств которые вообще можно получить от бега на велосипеде вы этого не получите и вообще польза бега далеко не в том что вы потратить можете какое-то количество калорий но в принципе тренировку для женщин можно построить достаточно классную и без бега там разве что в разминку что-то там включать и все ну если вы не можете бегать в силу каких-то там травм каких-то причин то можно построить тренировку либо на упражнениях без веса либо с небольшим весом распределяя нагрузки грамотно либо на тренажерах предположим женщине нужно во время танца быть всем телом в напряжении когда ну смотрите я вот могу вам сказать по такой штуке как стрипденс стриптиз стриппластика как там называют ее популярна такая штука достаточно вот у стриптизер работает то же самое те дамочки которые танцуют стриптиз на пилоне на шесте на пилоне они обижаются когда говоришь на шесте на пилоне идет достаточно большая нагрузка на руки и со временем то же самое то же самое вот все что я говорю все эти ужастики которые должны случиться они тем не менее случаются все равно поэтому если есть большая нагрузка на верхнюю часть тела ну будет 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 такая вот неприятная неприятность к сожалению ну зависит от того насколько сильно вы выкладываете столько часто вы все это делаете так где я буду выкладывать запись буду выкладывать выкладывать буду в ютубе в соцсетях может быть даже рассылочку организую так отвечаю на последние вопросы и напиваю свой чай свистулька падает в карман и буду пожалуй закругляться растяжка чтобы как-то гибкость сохранялась можете делать растяжку но от нее как бы не холодно и не жарко многие женщины еще знаете говорят следующее что типа вот я не буду тренироваться с железом потому что там боюсь приоритеться мужика окей это уже хорошо я буду делать там растяжку йогу там всякую такую фигню это мягко говоря не имеет отношения к тренировкам ну то есть растяжка это растяжка тренировка это тренировка от этой растяжки ни холодно ни жарко спасибо 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 и вам спасибо тоже как я отношусь к фастфуду иногда хочется иногда можно если питаться нормальной едой иногда прибегать к фастфуду то не холодно и не жарко будет но если вы будете питаться одним фастфудом то конечно же ничего хорошего с этого не будет силовое упражнение пистолетик можно ли делать для женщин ну любое упражнение где вы выкладываетесь и включаетесь там боретесь с собой напрягаетесь очень-очень сильно ну вот вы опять же пытаетесь обойти найти какой-то лайфхак обойти мои слова это будет создавать гормональный фон другой гнуть гормональный фон в мужскую сторону поэтому эти пистолетики это такое это лишнее ну если делать уже пистолетики то ну во-первых я не люблю это упражнение потому что нужно держать вторую ногу это дико неудобно можно приседать ну берпи берпи можно делать такую фигню да конечно же тоже не люблю это упражнение лучше побегать потому что монотонные вот эти прыжки с махами ног в сторону в сторону такая измерительная фигня либо на скакалке можно попрыгать ну в общем упражнений которые можно применить женщинам достаточно много основные принципы я надеюсь вы поняли и будете применять если вы будете их применять то как минимум вы не испорчите свою фигуру а это уже будет половина дела сделано даже не половина намного больше рекомендую ли я пилатес йогу для женщин йога это очень очень такое широкое понятие но в основном это какие-то растяжки и какие-то медитативные практики то есть как бы имеет слабое отношение к тренировкам что касается пилатес ну много слышал но даже не изучал эту методику потому что физкультура скажем так некая отрасль физкультуры это как общаюсь я с одной своей знакомой она говорит ну вот я тренируюсь говорю что ты делаешь тренируюсь по системе табата я говорю что Миша ты не знаешь что такое табата как ты можешь не знать ты же тренер ты должен знать что такое табата как я могу знать что такое табата матумба в общем выяснили мы что табата это какая-то методика которую изобрела какая-то девочка ну в общем какая-то девочка в интернете создала свой ютуберный канал и какие-то там упражнения значит какие-то комплексы упражнения сделала и назвала это вот назови хоть табата хоть матумба таких вещей можно придумать придумать бесконечно много естественно все их изучать не буду ну и в принципе до пилатеса я тоже не дошел потому что я могу генерировать комплексы программы упражнения в огромном разнообразии называй как хочешь хотя кстати я вот уже настроил себе съемочную площадку для съемок комплексов упражнений и планирую начать снимать комплексы упражнений которые вы сможете включать там делать то есть включил и делаешь повторяешь там и так далее и так далее может быть тоже какое-то название придумаю вот поэтому физкультурой нужно заниматься физкультурой не забывать что у вас есть своя голова и применять те принципы которые я вам даю на сегодня все рад был видеть всех кто пришел и проявил активность приходите на следующие вебинары готовьте вопросы заранее если у вас есть какие-то очень такие яркие вопросы которые для вас очень важны и не дают вам покоя вы всегда можете обратиться ко мне через соцсети кто общается со мной в мессенджерах соответственно через мессенджеры и спросите не стесняйтесь я вас не съем вот и я как минимум подскажу вам в каком направлении нужно двигаться вот и на какие грабли не стоит наступать на сегодня все всем хорошего вечера приятных снов там и так далее и приятных тренировок вот и все такое до новых встреч в следующем году